Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, и вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. Сегодня я опять собираюсь пройтись по татарской кухне. Постоянные зрители канала прекрасно помнят, что я родился в Татарии. Да, когда я родился, она еще называлась Татарией. Гораздо позже она стала республикой Татарстан. Не доставайте меня. Так вот, родился в Татарии, и татарскую кухню нежно люблю и просто обожаю. И уже всем плеш проел этой самой татарской кухней, ну и еще колбасными изделиями. Но, черт возьми, я обожаю и то, и другое. Итак, сегодня традиционные татарские пирожки с картошкой. Беренгет и косе. Пирожки с картошкой вообще есть, наверное, в кухнях всего мира, ну, в том или ином виде. Татарские мне нравятся в первую очередь быстротой готовки. Хотя нет, в первую очередь, наверное, все-таки своим вкусом, а во вторую своей быстротой. Но, чтобы не расплываться мыслью по древу, давайте приступим. Смешиваю муку, соль и чуть-чуть письевой соды, воду и растопленное сливочное масло. И отправлю все вымешиваться. Как вы прекрасно помните, для экономии силы я вымешиваю все в своем чудо-агрегате. Обзор его плюсов и минусов я уже делал в отдельном ролике. И ссылку в конце этого выпуска повешу. Ну и под этим роликом тоже размещу. Начинаю нарезать картошку. Вы обратите внимание, насколько часто в роликах я использую этот агрегат. Правильная подобранная кухонная техника реально сокращает трудозатраты и чудовищно, просто чудовищно экономит время. Кстати, картошку надо нарезать мелко. Кубики не больше 5 миллиметров, иначе не то будет. Помните, я давным-давно, прямо-таки в незапамятные времена, на канале размещал рецепт татарского традиционного пирога с картошкой и мясом, закрытого. Блещ. Так вот, здесь тесто практически точно такое же. Ну, разве что без сметаны. Выбушилось, наверное, уже. Так и есть. Смотрите, какое оно мягкое, гладкое. И без малейших трудов с моей стороны. Тесту надо дать полежать в пленке минут 15-20. За это время глютен, ну, клейковина в нем, окончательно набухнет, и тесто станет еще более эластичным. Ну, а я пока займусь луком. Его надо нарезать так же, как и картошку. И лука надо много, потому что лук содержит много сока. И этот сок сделает начинку, кто бы мог подумать, еще более сочной. Все пропорции я, как всегда, укажу в описании видео. Так что, если вдруг вы смотрите этот ролик не на ютубе, то переходите на ютуб и заглядывайте в описание. Так, лук нарезан. Теперь посолить. Еще бы свежего укропа, но в Испании его найти сложнее, чем снег в Сахаре. Поэтому я использую сушеный. Вот так будет достаточно. И перча черного. Иногда семена в начинку используют, а не свежий. Как следует перемешать. Любители еще могут немного чеснока добавить, но я без него обойдусь. Отлично. Собственно говоря, все. Можно лепить пирожки. Духовку я уже поставил греться на температуру 220 градусов. В зависимости от того, как ваша духовка работает, вам он может понадобиться 220-230. Свою духовку вы лучше меня знаете. Все они по-разному пекут. Займусь порционированием. А теперь раскатываю скалочкой кружки и начиняю. Я вам уже говорил, что татарская кухня не самая диетическая. Сегодня еще нет. Так вот, она не самая диетическая, но обалденно вкусная. Поэтому в каждый пирожок, кроме этой начинки, я еще кладу маленький кусочек сливочного масла. И защипываю. И в таком духе со всеми остальными пирожками и в каждый кусочек сливочного масла. Готово. Отправляю в духовку. Был у меня в тунические годы один товарищ, который обалденно жарил картошку. Андрюха, если смотришь, респект тебе. Так вот, жарил он ее на растительном масле. А минут за 10, где-то за 15 до готовности, клал в картошку такой хороший кусок сливочного масла. Как он говорил, после этого картошка делает ах. Вот и я в каждый пирожок положил по кусочку сливочного масла, чтобы едоки при пробе тоже делали ах. Встретимся минут через 25. Та-дам! Готовы. Но сейчас у них корочка хрустеть будет, поэтому вот так вот в горячем виде перекладываю их в кастрюлю. Минут на 10. Пока они горячие, пара из них так и пышет. И вот, чтобы донышки не размокли, вниз полотенце, а затем пирожки. Ах, горячие. И накрываю опять полотенцем. И теперь крышкой. И жду еще минут 5, хотя бы 10. Чай, что ли, пока заварить. И, наконец, самый классный момент сегодняшнего дня. Снимаю пробу. А подают их традиционно вот так. Разрезают пополам, стараясь не обжечься. И... Ну, вы уже догадались. Правильно. Еще немного сливочного масла. Ну, пробую. Как там говорится-то? Бисмилляррахманрахим? По-моему, так. Извините, я не мусульманин. Обалденные пирожки. Потому что масла много положил. С горячим черным чаем. Ммм. Попробуйте. Обязательно с чаем. Чай я не пил. Откуда силы? Чай попил совсем ослаб. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok